Субтитры создавал DimaTorzok Давайте, что пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи васалям, передал ангел Джибрилето Всевышнего Аллаха. Здесь у нас известные слова. Мы верим, что кадр, то есть предопределение Аллаха, как хорошее, так и злое, все это от Всевышнего Аллаха. Теперь смотрите, то, что мы верим в то, что как хорошее, так и злое предопределение, оно от Аллаха. Не означает, то, что Аллах Всемогущен и Велик желает нам зла. Такого нет. Это нужно понимать. Мы должны понимать предопределение Аллаха правильно. Когда Аллах Всемогущен и Велик делает что-то, в этом всем заложено благо. Всегда в происходящем есть благо. Другое дело, что мы не всегда понимаем этого. Какие-то действия Аллаха человек может видеть как добро, а какие-то как зло. Например, кто-то заболел. Смотрите. Болезнь это плохо для человека. Но Всевышний Аллах отправил болезнь по своей мудрости. И мы не всегда понимаем эту мудрость. Во всем, что делает Аллах, есть хикма, то есть мудрость. В Судный день мы, иншаллах, поймем, зачем все это было нужно. Почему Аллах сделал то или иное. Что-то из происходящего может казаться злом. Но когда мы придем на Судный день, мы увидим, если пожелает Аллах, что у всего была причина. Чтобы это понять, давайте рассмотрим битву при горе Ухуд, в которой сражались мусульмане и неверующие во времена пророка, салаллаху алейхи вассалям. Вот иллюстрация того, как выглядела мечеть пророка в его время. На заднем плане гора. Вот это гора Ухуд. Она и сегодня там стоит. Там и произошла известная битва. Вот здесь был лагерь мусульман. А здесь лагерь язычников. И они сразились. Халид бин Уалид тогда еще не был мусульманином. Он зашел за гору, где стояли лучники, и увидел, что они покинули свои позиции. В итоге часть мусульман удалось разбить. Хотя мусульмане в итоге одержали победу. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, заранее сказал им, чтобы они не покидали своих позиций. Ни в случае победы, ни в случае проигрыша. И когда мусульмане гнали немусульман к Мекке, из 50 лучников, которых пророк здесь расставил. 33 лучника, подумали, что битва окончена. И покинули позиции. Халид бин Уалид несколько раз пытался пройти. И в итоге, когда лучники ушли с позиций, он зашел за гору и разбил мусульман. Мусульмане понесли большие потери. Всю историю рассказывать я не буду. Просто я к чему рассказываю. В итоге 70 мусульман умерли мучениками. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, обещал мусульманам победу. Смотрите, встает много вопросов. Почему Аллах, Всемогущенный Велик, позволил этому случиться? Сегодня в мире коронавирус. И у людей такой же вопрос. Давайте посмотрим, что Всевышний Аллах говорит в Коране. Насчет битвы Охуд. Чтобы понять сегодняшнюю ситуацию, понять тему предопределения. В 165-м аяте суры Али Имран Всевышний Аллах говорит. Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили вдвое большее несчастье. Вы сказали, откуда все это? Скажи, это от вас самих. То есть, с себя надо спрашивать, почему так произошло. Смотрите, когда что-то происходит, всегда есть причина. Часто бывает, что человек сам сделал что-то не то. Например, согрешил. Или недостаточно постарался. Если бы люди не погрязали в грехах, то, может быть, и не было бы такого, как, например, коронавирус. Понятно, что на физическом уровне существуют какие-то биологические причины распространения вируса. Но на духовном плане люди сами виноваты. То есть, начинать спрашивать нужно именно с себя. В 152-м аяте Всевышний Аллах говорит. И вот уже Аллах исполнил для вас свое обещание. Когда вы уничтожали их, по его дозволению. Имеется в виду в битве Охуд. В 140-м аяте Аллах говорит. Если вас коснулась рана, то знайте, такая же рана коснулась и тех людей. То есть, вы не одни. Другие тоже пострадали. И Аллах говорит. Или вы полагали, что войдете в рай. Пока Аллах не узнал тех из вас. То есть, пока Аллах не выявил тех из вас, кто сражался и кто был терпелив. То есть, Аллах посылает людям какое-то бедствие, чтобы мы своим терпением подтвердили свою веру в Него. Чтоб мы, несмотря на беду, старались жить праведно. То есть, это испытание. В 145-м аяте Аллах говорит. Ни одна душа не умирает. Кроме как с дозволения Аллаха в предписанный срок. Вот здесь мы подходим к теме предопределения. Если Аллахам суждено, что кто-то скончается, то он скончается. А если это не предписано ему, то он не умрет. Так что, помните об этом. В аяте 166 Аллах говорит. То, что вас постигло в тот день, когда встретились две армии при Ухуде, произошло с дозволения Аллаха. Для того, чтобы он узнал верующих. То есть, выявил верующих. И узнал лицемеров. Насчет тех, кто скончался, в 169-м аяте Аллах говорит. И не считайте тех, которые были убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет. Они живы. И получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости. И ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. В 171-м аяте Аллах говорит. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. Вернемся к тем мудростям, которые стоят за коронавирусом. Аллах прощает грехи из-за него. Этим вирусом Аллах испытывает верующих. Верующие, умершие от коронавируса, получают степень шахидов, то есть мучеников. То есть в судный день им прощаются все грехи без суда, и они входят в рай. Пророк говорил, кто умер от чумы, тот шахид. Это очень почетно, уйти из этого мира таким образом. Так, какое еще благо принес нам вирус COVID-19, коронавирус? Он возвращает людей к реальности. То есть начинаешь ценить то, что у тебя есть, переосмысливаешь жизнь, свое поведение, упущения свои анализируешь. Сейчас у нас самоизоляция. Благоприятная ситуация, чтобы задуматься. Кто-то перестал делать какой-то грех из-за всей этой ситуации с вирусом. Мы начали ценить милости Аллаха, которые у нас есть. Например, здоровье. Многим людям стало недовоин, потому что люди сами о себе думают. Это тоже благо, тоже мудрость Аллаха. Эта пандемия объединила людей. Волонтеров больше стало. Больше доброты людей начало проявляться. Дух коллективизма появился между людьми. Теперь последний вопрос. Следует ли нам бояться? Бояться не нужно. Это не конец света. То, что нам предписано, то с нами и случится. Ни больше, ни меньше. Мы верим в это. Мы должны быть хорошего мнения в Всевышнем Аллахе. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал нам, чтобы мы хорошо думали об Аллахе. Ожидайте от Аллаха хорошего. Надейтесь, что все будет хорошо. Я выживу. Моя семья выживет, иншаллах. В священном хадисе Аллах через пророка Мухаммада передал. Я буду для своего раба таким, каким он меня себе представляет. Думайте хорошо об Аллахе, и иншаллах все будет хорошо. Верьте и уповайте на Аллаха, всемогущенный велик. Но и меры тоже, конечно, принимайте от себя. Береженого Бог бережет. Избегайте близкого контакта с людьми, принимайте защитные меры, и уповайте на Аллаха, всемогущенный велик. И закончить я бы хотел вот этой дуа. В сборнике Абу-Дабуды передается, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это передал Анас, сын Малика. Да будет доволен им Аллах. Еще раз. Или можно сказать. То есть, О Аллах, я прошу у тебя защиты от альбинизма. Это кожное заболевание, когда кожа становится белой. Прошу твоей защиты у Аллаха от безумия, от проказы, и также ото всех скверных болезней. Читайте эту дуа каждый день. И пусть Аллах, всемогущенный велик, облегчит нам и защитит всех нас. Не поймите неправильно. Конечно же, мы не хотим болеть. Мы хотим, чтобы болезни стороной нас обходили. Мы молим Аллаха, чтобы никто не умер от болезни, чтобы никому болезни не повредили. Но так же, как верующие, мы видим положительные стороны в этом всем. Об этом я сегодня и говорил. Мы должны размышлять о пользе этой пандемии. И не падать духом. Бояться нам не нужно. Все, что должно случиться, случится. Надейтесь на Аллаха. И читайте каждый день эту дуа. Да воздаст вам Аллах блага. Ассаламу алейкум وрахматуллахи в баракатуху.